Далее коротко о наиболее заметных фактах и событиях в ведомстве. В Адыгее в сентябре состоится ежегодный опрос общественного мнения о деятельности полиции. Мероприятие пройдет при участии представителей общественных советов при отделах МБД России на районном уровне. Участниками социологического опроса станут жители региона разных возрастных групп. Анкетирование проведут анонимно. Сотрудники полиции в ходе профилактической операции подросток проверили более сотни ребят и 130 неблагополучных семей. Привлекали сотрудники различных служб и подразделений органов внутренних дел Адыгеи. Также в мероприятиях активно участвовали представители комиссии по делам несовершеннолетних и общественных советов. За первые 10 дней в Адыгее зарегистрировано 17 случаев мошенничества. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 600 тысяч рублей. По всем фактам проводится ряд необходимых специальных мероприятий. В целях недопущения таких случаев МВД убедительно просит граждан проявлять бдительность. Ни под каким предлогом не сообщайте незнакомцам, кем бы они ни представлялись, реквизиты своих карт. В случае возникновения подозрений прекратите общение и обратитесь за помощью к специалистам, обслуживающего банка или сотрудникам полиции по телефону 02 с мобильного 102. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели профилактическое мероприятие с участием представителей ТОС номер 5 города Майкопа, ТСЖ, управляющих компанией. Акция была направлена на повышение эффективности профилактики выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Кроме того, подразделением разработаны специальные антинаркотические профилактические памятки, которые были размещены в общественных местах республиканского центра. Крупную партию наркотиков сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков, следователи и эксперты отдела МВД России по Тахтамукайскому району обнаружили в доме 43-летнего местного жителя. Мероприятия были организованы в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту совершения другим местным жителям преступления в данной сфере. Тщательный обыск позволил обнаружить тайник, в котором хранились три полиэтиленовых пакета с растительной массой характерного цвета и запаха. Исследование содержимого провели эксперты-криминалисты МВД Республики Адыгея. Они заключили, что изъятым является марихуана массой около 500 граммов. Такой вес данного вида наркотика в соответствии с действующим законодательством признается крупным размером. На основании результатов экспертизы и других собранных материалов следственным подразделениям отдела МВД по Тахтамукайскому району в отношении 43-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». В санкции данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 7 сентября ночью инспекторы ГИБДД несли службу на улице Старобазарной в Майкопе. Заметив автомобиль, совершающий подозрительные маневры на проезжей части, стражи порядка потребовали водителя остановиться. Но он проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение. Обстоятельства задержания нарушителя и подробности попытки обмануть сотрудников в материале Сергея Лизарова. С игнорированием законных требований сотрудники ДПС сталкиваются нечасто. В этой ситуации инспекторы ГИБДД на патрульном автомобиле начали преследование машины. Оперативно передали ориентировку коллегам других экипажей. Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал дорожные правила. Не раз проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, а на многократные законные требования об остановке машины не реагировал. На одном из участков водитель стал двигаться на автобус светофар по встречной полосе. Эти и другие внезапно возникшие обстоятельства позволили нарушителю ненадолго скрыться. А вскоре в полицию Майкопа поступило сообщение якобы об угоне этой лады. Сотрудники следственно-оперативной группы получили объяснение владельца машины и разъяснили санкции 306-й статьи Уголовного кодекса России о заведомо ложном доносе, который, кстати, предусмотрено до двух лет лишения свободы. Полицейские не удивились, что после этого 21-летний майкопчанин отказался писать заявление об угоне и во всем сознался. А в это время инспекторы ГИБДД проводили комплекс поисковых мероприятий. В результате ладу обнаружили возле дома автовладельца. В отношении 21-летнего майкопчанина, управлявшего в ту ночь ладой, составлены шесть административных протоколов за допущенные нарушения. А вот за неповиновение законному требованию сотрудника полиции об остановке транспорта водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 Коап России. Суд назначил нарушителю пять суток административного ареста. Кстати, максимальный срок наказания по данной статье – 15 суток ареста. Надеемся, что это послужит уроком не только нашему герою, но и другим, помышляющим об игнорировании законных требований полицейских. Сергей Лизаров, Дмитрий Кучеров, программа «Вести», дежурная часть. В сети интернет недавно размещен видеоматериал о грубом нарушении дорожных правил. На нем видно, как машина, двигаясь по проезжей части, съезжает на тротуар, где находится группа людей. Установлено, что лиц, пострадавших в ходе инцидента, нет. В сообщении об этом происшествии поступило в дежурную часть полиции «Маякопа» 5 сентября ночью. И вот как нам прокомментировали данный факт. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульных служб. Установлено, что лиц, пострадавших в ходе инцидента, нет. Сотрудниками полиции задержан 30-летний житель Краснодарского края, управлявший в тот вечер легковым автомобилем. В отношении указанного мужчины полицейскими составлен административный протокол по части 1 ст. 6.9 КОАП РФ. Рассмотрев собранные материалы, суд назначил виновному наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, в отношении водителя составлен еще один административный протокол по части 1 ст. 12.8 КОАП РФ Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Факт опьянения подтвержден актом медицинского освидетельствования. Дополнительная проверка проводится дознанием полиции города Майкопа. В ходе нее будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям водителя, допустившего съезд машины на тротуар, где в тот момент находилась большая группа людей. Сотрудниками полиции с поличным задержан подозреваемый в контрабанде. Содержимое заказанной им посылки – сильнодействующее вещество – прегабалин. Его оборот ограничен на территории России. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Адыгея получили оперативную информацию о том, что 31-летний житель города Майкопа может быть причастен к обороту сильнодействующих веществ, которые будут приобретены посредством сети интернет. «Нами проведена операция, в результате которой с поличным задержан мужчина при получении им посылки с порошкообразным веществом. По заключению экспертов-криминалистов, содержимым оказалось сильнодействующее вещество – прегабалин, оборот которого ограничен на территории Российской Федерации, а его масса составила более 200 грамм». На основании собранных материалов в следственном отделе города Майкопа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной части 1 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По месту жительства фигуранта было обнаружено и изято аналогичное сильнодействующее вещество – прегабалин – массой более 60 грамм. По данному факту также возбуждено уголовное дело. После завершения проверки уголовные дела будут соединены в одно производство. В Адыгее продолжается первый этап всероссийского конкурса «Народные участковые-2020». Проходит он в режиме онлайн. Голосование продлится до 20 сентября текущего года. Напоминаем, чтобы отдать голос за конкурсанта, который, по вашему мнению, достоин звания «Народные участковые», необходимо проголосовать на региональном сайте МВД в специально созданном разделе. Конкурсанты с наибольшим количеством голосов примут участие во втором отборочном этапе. Он пройдет на республиканском уровне с 7 по 16 октября 2020 года. Его победитель будет представлять нашу республику в МВД России на финале этого престижного конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова